Здравствуйте на Десна ТВ. Время новостей. В студии Олег Соловьев. Смотрите в этом выпуске. Московские специалисты по аллергии в Десногорске. Какой диагноз поставлен горожанам? Центр НИИ нам оказывает не только консультативную помощь, но, как я и сказала ранее, и стационарную. Проводится там полный комплексный обследование наших пациентов. Сводка криминальных происшествий за неделю. На территории города Десногорска поступило сообщение из заявлений 82. Первенство подзюдо среди юношей, посвященное Дню Энергетика. Никогда не отчаиваться, быть храбрым, ну и всегда быть смелым. Чемпионат открытой баскетбольной лиги Смоленской области среди мужских и женских команд. Что-то получилось, что-то нет. Будем над тем, что не получилось работать на тренировках. Медсанчасть номер 135 активно сотрудничает с другими медицинскими учреждениями. В этот раз в Десногорскую больницу приехали аллергологи-иммунологи. Из НИИ иммунологии ФМБА России. Подробности визита далее. В кабинете аллерголога, как обычно, многолюдно. Специалист оперативно делает пробы, следит за реакцией организма и фиксирует малейшие отклонения. Если аллергию не победить, то уменьшить скорость ее распространения вполне по силам. По мировым прогнозам, через 15 лет каждый второй будет страдать от тех или иных проявлений аллергии. Для Десногорска эта проблема тоже актуальна. Достаточно много выявленных пациентов, чаще всего это с полинозом, реакцией нацветения, чаще всего нацветения деревьев. На данный момент назначена выбрана группа больных, которые уже приглашены к нам в институт иммунологии. Аллергия может проявить себя в любом виде и возникнуть от чего угодно. Кашель, заложенность носа, кожные высыпания, ее классические симптомы. Но чтобы знать наверняка, нужно обратиться к врачу. При этом самолечение противопоказано и может скорее навредить. Самолечение противопоказано. Обязательно нужно обращаться к специалисту. В первичном звене это терапевты, кто владеет минимальными знаниями, поэтому могут помочь. За неимением таких профильных специалистов в своем штате, медсанчасть 135 сотрудничает с Институтом иммунологии ФМБА России. В этот раз с 10 по 12 декабря аллергологам-иммунологам удалось принять более 150 пациентов. Это уже четвертый визит специалистов. На приеме у них побывало более 600 горожан, 60 из которых получили направление на стационарное лечение. Центр НИИ нам оказывает не только консультативную помощь, но, как я и сказала ранее, и стационарную. Проводится там полный комплексный обследование наших пациентов и оказывается специфическая иммунотерапия. Ближайший очередной визит аллергологов ожидается в марте 2020 года. Взрослым пациентам записаться на прием можно в доброщебном кабинете медсанчасти 135, детям в детской поликлинике. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна-ТВ. О криминальной обстановке в городе расскажет руководитель группы по работе с личным составом ОМВД России по городу Десногорску Сергей Чулков. В течение прошедшей недели на территории города Десногорска поступило сообщение и заявление 82, из которых преступлений 7, раскрыто 4, нераскрыто осталось 3 преступления, телесных повреждений 10, ДТП с техническими повреждениями 2, смерть некриминального характера 3, прочие 60, раскрыто ранее одно совершенное преступление. Сотрудниками ОМВД России по городу Десногорску выявлено 74 административных правонарушения, из которых за нарушение правил дорожного движения 47, в том числе за управление транспортным средством в алкогольном опьянении 1, антиалкогольные статьи 13, прочие 14. Преступлений террористической иноправности не допущено и не выявлено. Выходные в Десногорске отмечены несколькими спортивными событиями, одно из которых – открытое первенство подзюдо среди юношей, которое прошло 14 декабря в спортивной школе. Кто испытал радость победы и горечь поражения? Смотрите далее. Мероприятие проводится ежегодно, и в спортивной школе это всегда значимое событие. В эти выходные на соревнования приехали более 170 спортсменов из разных городов Смоленской области и Республики Беларусь. Перед началом соревнований с приветственными и напутственными словами выступил Валерий Платонов, директор спортивной школы Десногорска. Мы, участники страны, вам желаем здесь честной больной, чтобы никто из вас не травмировался, чтобы вы получили настоящее удовольствие от праздника спорта. Конечно, победить сильнейший. Оценивала технику участников профессиональное судейство. Мастера спорта международного класса, чемпионы Советского Союза, чемпионы мира и Европы. После оглашения всех правил юные спортсмены приступили к состязаниям. Несмотря на юный возраст, судоисты демонстрировали отличные боевые данные. Кстати, по поясу можно было определить уровень мастерства спортсмена. Вот, например, зелёный пояс предполагает изучение продвинутых способов ведения поединка. А красный пояс получают судоисты, которые внесли что-то своё в этот вид спорта. Помимо молодых ребят, в соревнованиях участвовали и юные девочки, поединки которых ничем не уступали представителям сильной половины человечества. Вот, например, Варя из города Смоленска пришла в этот спорт два года назад по совету своих родителей, которые не только сами связаны с спортом, а ещё и ведут тренерскую деятельность. Какие наставления даёт тренер перед поединком и что нужно сделать для победы, рассказала нам Варвара. «Перед тем, как бороться, он говорит, первый захват и первый бросок. Ну, первый нужно бросать, чтобы что-то получить. Никогда не отчаиваться, быть храбрым и всегда быть смелым». Поддержать, подбодрить своего ребёнка и оценить результат поединков пришли и родители подрастающих дзюдоистов. Дзюдо, как и любой другой вид спорта, воспитывает не только физическую силу, но и много других положительных качеств. «Нужно заниматься спортом, воспитывает силу воли, характер, порядочность, помогает в школе». По истечению нескольких часов определились победители и сильнейшие дзюдоисты открытого первенства. 17 участников из Десногорска стали обладателями призовых мест. Каждый стал лучшим в своей весовой категории. Нам, безусловно, есть чем гордиться. Ксения Вьюшкова, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ. 15 декабря в спортивном комплексе Десна прошла игра чемпионата открытой баскетбольной лиги Смоленской области среди мужских и женских команд. Как прошли соревнования – далее в сюжете. Десногорская команда ЦСП «Динамо» Росэнергатом встречала соперников из Смоленска – баскетбольную команду «Егуар». Эффектное название гостей не предвещало сюрпризов хозяевам поля. С первых минут доминирующую позицию в игре заняли спортсмены из ЦСП «Динамо» Росэнергатом. Техничная игра хозяев позволила и дальше наращивать преимущества. Тем не менее, команда «Егуар» вела активное противостояние натиску десногорцев и смогла успешно реализовать несколько бросков в кольцо соперника. Но подготовки и должного настроя для развития преимущества «Егуарам» не хватило. К концу второго периода счет на табло 58-32 в пользу ЦСП «Динамо» Росэнергатом. Дальнейший ход матча также не принес неожиданности десногорским спортсменам. Ребята планомерно следовали выбранной стратегии игры, что и привело к закономерному результату. По исходу четвертого периода счет составил 105-67. Победители встречи – команда ЦСП «Динамо» Росэнергатом. Для победы не хватило, скорее всего, сыгранности, потому что команда новая, первый сезон играем. Думаю, ко второму кругу сыграемся более точнее, более результативнее, более сильнее. Энергия молодых игроков пошла на пользу команде из Десногорска. Поставленные задачи тренера Евгения Томиловского в целом были выполнены и отработаны на должном уровне. Это позволяет ребятам надеяться на развитие своего успеха. У нас три игры с той до Нового года – это СМОГУ, Смоленская лига. И две игры на выезде по ЦФО. Играем с Липецком у них дома. Удачной игрой в десногорской команде может похвастаться Игорь Гладышев. Ему удалось реализовать трипл-дабл и заработать 38 очков. Как итог – очередная победа в открытой Лиге Смоленской области в копилке десногорских спортсменов. Ксения Бьюшкова, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна-ТВ. В конце выпуска о погоде. 17 декабря в Десногорске переменная облачность, возможен дождь. Температура днем плюс 4, ночью минус 1. На этом выпуск завершен. Больше интересного на нашем сайте desnadefestv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok